Типичная история всех недорогих двух подвесов. Здесь стоит пластиковая такая проставочка в форме трубочки и с бортиком. И она, соответственно, на всех двух подвесах со временем вот здесь вот протирается и изнашивается. Это происходит иногда быстро, иногда не быстро, в зависимости от условий эксплуатации. И у нас клиент хочет именно восстановить велосипед. Мы ему разобрали кореточный узел, не кореточный, а точнее узел вот этой подвески нижней. И здесь вот эта штучка, проставочка была полностью изношена. И он проявил инициативу и изготовил вот такие бронзовые втулки. Очень прочные, хорошие, заходят туго. Сейчас мы все это, соответственно, туда полностью смажем, запрессуем и соберем. Посмотрим, что у нас получится. Не знаю, как будет износ рамы происходить из-за бронзы. Но, в принципе, скорее всего, бронза достаточно мягкий металл, алюминий достаточно мягкий металл, зазоры минимальные. Я надеюсь, что все будет хорошо. Чтобы легко было их вставить, и чтобы они не окислялись, чтобы алюминиевая рама не окислялась, сейчас вот такую мотюлевскую синюю смазочку используем. И как внутри башенка, где будет сама втулка качения, так и снаружи. И запрессуем все это в раму. Толщина вот этой стенки оказалась большевата. У нас расстояние 49,3 мм должно быть, а у нас здесь сейчас 50,7 мм, то есть на миллиметр больше. Соответственно, мне надо каждую стенку на полмиллиметра сошлифовать. Попробовал вот таким вот устройством, называется мультиинструмент или реноватор. Но на велосипеде неудобно. Сейчас выну, уберу смазку и попробую еще раз. Солнце уже высоко, прошло пару часиков, наконец-то я отполировал и утончил толщину вот этой всей истории. Теперь здесь у нас все как надо. Чуть-чуть пошлифовал внутренней поверхности тоже. И сейчас все это соберу на смазочку. И дальше на большое количество нашей любимой синей смазки все запрессовалось. Вот она там внутри, бронзовая втулочка. Сейчас я включу подсветку. Видите, такая красота, все хорошо. Единственное, что тонковат фаска, желательно, конечно, чтобы побольше она была, повыше. Толщина вот этой вот фаски получилась 1,3 миллиметра. И все зашло прям четко и очень точно. Очень много раз я примирал, все получилось замечательно. Теперь велосипедик походит какое-то время. Неизвестно, конечно, как бронза будет с алюминием работать. Но это более жестко, чем пластмасса. По крайней мере, он отсюда сможет уехать своим ходом. Итак, остался адреналин. Очень-очень древний. Закончили мы с этой втулочкой. Поставили бронзовую втулку, которую сделал клиент. Я ее сделал тоньше. Там с одной стороны две десятки снял, с другой стороны порядка пяти-шестидесяток снял. И все настроил, все отрегулировал. Здесь, грубо говоря, только настройка тормозов и настройка переднего переключателя. Все остальное хорошо. Единственное, что втулка была разбита и раздолбана. А теперь все работает отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...